Кадры с видеорегистратора, которые и запечатлели эту страшную аварию, теперь, скорее всего, станут основным материалом в судебном разбирательстве по факту столкновения автокрана и пассажирского автобуса. Пока же, непосредственно на месте происшествия, мнение водителей кардинально расходится. Ехал, ну, на конечном, на кольцо в своей полосе. Стоял автобус, 77-й, на поворот. Я из-за него выезжал, мне горел зеленый. Когда я выехал из-за него, считаю, с той стороны поворачивал камаз и стрелой ударил меня. Я свою веселью горю. Вот уже красный горел, значит, красный горел, там же тоже красный должен гореть. Я маневр заканчивал, значит, я должен заканчивать маневр. Он же летел, я поворачивал, он на скорость-то ехал. Я ехал на зеленый свет. Я не мог на красный пассажиров, тем более, везти. А кто оказывал первую помощь? То есть вы сами? Ну, сам. Кондуктор. Ну, помогал вылезать. Помимо показаний регистратора на стороне водителя автобуса и показаний очевидцев, на чьих глазах, все произошло. Я в этот момент как раз вышел из автобуса на остановке, пытался перейти перекресток. Автобус двигался маршрутный с той стороны по направлению в сторону Гвардейской. Кран пытался проскочить на красный свет. Ударил в бок его, от удара он попрокинулся и упал на легковой автомобиль. К счастью, водитель легковушки не пострадал, чего не скажешь о пассажирах автобуса до приезда спасателей. На помощь людям пришли непосредственно водители маршрутки и крана, а также сами очевидцы. Перебежал, прям на красный перебежал свет дорогу и помогал вытаскивать людей. В каком состоянии было? Было среднее тяжество в основном, мне кажется, все. То есть в любом случае какие-то травмы получили все? Да, да, повреждения были у всех. Я сам даже не успел, я щеклы разбивал. Люди, я думаю, ничего даже понять не успели в этот момент. Все произошло очень быстро, ребята тут подбежали помогать все. Быстро разбили стекло заднее и всех вытаскивали. Больше половины пострадавших пассажиров, а это шесть человек, с переломами и сотрясением мозга попали в больницу. Остальным помощь оказали на месте и отпустили домой. Сейчас следователи тщательно изучают полученную ими видеозапись. Автобус восстановлению уже не подлежит.